Приветствую вас на телеканале М1. Я Мария Лопатой. Вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главном на сегодня. Ровно год назад в Венгрии сделали первую прививку от коронавируса. Первая партия вакцины прибыла утром 26 декабря. И вскоре были вакцинированы первые медицинские работники. После этого Европа долго боролась с нехваткой вакцин. А в Венгрии вакцинация шла намного быстрее благодаря восточным препаратам. Теперь вакцины есть в каждой стране Евросоюза, но есть также много антиваксеров, которые отказываются прививаться. Врачи говорят, что они действуют вопреки здравому смыслу. В этом году многие решили провести рождественские праздники в отелях. По словам путешественников, подготовка к Рождеству так гораздо спокойнее. В прошлом году в связи с эпидемией был введен комендантский час, что принесло немало убытков рестораторам и ательерам. Однако благодаря вакцинации Венгрия смогла открыться уже весной, и внутренний туризм побил все рекорды этим летом. Мигранты ночевали во дворе церкви в поселке Клелебия. В ночь на 25 декабря они перелезли через закрытые ворота и развели огонь у 85-летней дубовой двери, чтобы согреться. Утром чистая церковь ждала верующих дымовой завесой, написал приходской священник Чабо Пашко в социальной сети. Он заявил о произошедшем в полицию, после чего стражи порядка осмотрели место происшествия и пообещали в будущем чаще патрулировать вокруг церкви. Трое погибли в результате пожаров на второй день Рождества. В городе Сентеш загорелся небольшой дом, в результате чего обрушилась крыша. Пожарные с трудом потушили огонь, а под руинами нашли труп и сгоревший газовый баллон. В то же время в городе Вечеш один человек погиб от отравления дымом. А в Мишкольце на третьем этаже панельного дома вспыхнул пожар, один человек погиб. Служба управления катастрофами исследует обстоятельства трех пожаров. Специалисты обратили внимание на тот факт, что в большинстве случаев в результате пожаров погибают одинокие пожилые люди. Поэтому они призывают родственников и близких таких людей купить им детектор дыма, чтобы вовремя предупредить их об опасности. И это все на сегодня. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и с наступающим.